Список проблем с бездомными животными условно поделили на 13 пунктов и уже в начале разговора выделили основную причину их возникновения. Многие люди не хотят или попросту не готовы нести ответственность за тех, кого приручили. Об этом говорят факты. Так, например, большинство хозяев даже не знают, что домашних животных обязательно необходимо вакцинировать, чтобы избежать заболеваний, некоторые из которых опасны и для человека. Сегодня одна из главных целей Ассоциации приморских ветеринаров – информирование населения. О ветеринарной медицине в частности и в целом о домашних животных. Ну и почему? Потому что на самом деле люди заводят животных, не совсем вообще понимая, зачем им эти животные нужны. Не совсем понимая, что они в дальнейшем с ними будут делать. И не понимая, чем это взаимодействие в конце концов закончится. Например, ухаживать за больным питомцем и оплачивать его лечение в ветклиниках некоторые хозяева не готовы. Так животные домашние становятся бездомными. Их выбрасывают на улицу. В этом списке и те, кого приобрели у псевдозаводчиков, а точнее у мошенников, которые выдают обычных животных за породистых. И когда якобы мини-шпиц или йорк, которого купили без документов за полцены, начинает достигать размера овчарки, хозяин понимает, что на это не рассчитывал. Как-то надо настраивать масштаб, что все-таки животных надо брать у заводчиков. Это плюс и нам, потому что этому же заводчику всегда можно сказать «твоя, дитя бегает на улице, неси за нее ответственность». Нормальный заводчик, он всегда примет все меры, чтобы дитё свое с улицы изъять и собственными средствами устроить его субботу. Конечно, обсудили и закон о содержании домашних животных Приморского края, который был принят в 2016 году и устанавливает принципы содержания питомцев, права и обязанности их владельцев, а также полномочия органов государственной власти Приморья в этой сфере. Однако механизма его реализации пока еще нет, так как административная ответственность отсутствует из-за упразднения закона Приморского края об административных правонарушениях. А результаты безнаказанности показывает статистика жестокого обращения с животными. «Истязания сверства, а также животные найдены с явными следами издевательств. Около пяти-семи в год. Ну вот тогда, когда явно, потому что трудно иногда определить, это порвали собаки, кошки или это истязание. Явно у нас примерно до семи в год. Выбросы собак и кошек за ненадобностью. Ну то, что вы все имеете с этим делом, это привязывание к ограждениям, вылаз в лес, выброс на дороге, выпускание погулять навсегда. Около пяти-семи у нас в месяц с такими явными случаями». На прежнем уровне остались отравления собак. А обращения людей в органы из-за случая в жестокости по отношению к животным практически отсутствуют. О них предпочитают рассказывать в соцсетях или ищут помощи в фондах. Однако зоозащитники уверены, если дело придать максимальной огласке, то виновные будут наказаны. Подтверждение тому с хабаровскими живодерками. Также для этого участники «Круглого стола» готовы проявить инициативу в создании проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.